Продукты Банка Касанова Эфир нашего телеканала продолжает «Город сегодня». Здравствуйте! Стремление к переменам свойственно всем людям. Несколько раз в жизни мы меняем работу, место жительства, некоторые и семью меняют, и даже друзей. Но, как говорят психологи, меняться нужно прежде всего самому. Как разобраться в том, что делать, к чему стремиться, какие знания и где получать? На многие вопросы ответят только специалисты. В нашем городе побывал известный бизнес-тренер, предприниматель из Москвы, автор методики по увеличению эффективности бизнес-проектов Максим Тищенко. В октябре Максим Тищенко предложил программу развития личной эффективности для предпринимателей. Чтобы добиться успеха, говорится, в этой программе надо посмотреть на себя другими глазами, разбудить в себе новые силы и открыть новые возможности. Более подробнее о своей методике расскажет сам Максим Тищенко. Он сегодня в нашей студии. Приветствую, Максим. Добрый день. А добро пожаловать в октябре. Как впечатления от работы вообще? Самые замечательные впечатления октябре. Очень стремительно развивающийся город. Люди, которые хотят двигаться вперед, ставят перед собой цели. Поэтому самое лучшее впечатление. Вот, Максим, почему сейчас личной эффективности уделяется большое внимание? Ну, дело в том, что мы очень много работаем с предпринимателями, и мир стремительно развивается вперед. И если сейчас не успевать вперед за современными технологиями, то есть шанс остаться позади. Поэтому очень важно ставить перед собой новые цели в плане бизнеса, карьеры, двигаться к ним. Иначе обойдут конкуренты. Ну, вот смотрите, у бизнесменов, конечно же, волнует один вопрос. Вопрос кризиса и как выжить в этот кризис, да? Какие чаще всего вопросы они задают? Ну, на самом деле, я всегда считаю так, что кризис, он в первую очередь в голове, хотя есть ему некие объективные внешние доказательства. Так вот, одни предприниматели во время кризиса закрываются, а другие, наоборот, увеличивают обороты и растут. Вот возникает вопрос, почему одни люди, находясь в примерно одинаковых условиях, растут, а другие закрываются. Ну, то есть все очень просто, как я вижу. Здесь очень важно, ну, максимально использовать современные технологии, методики, которые не работали еще 5-10 лет назад или были неизвестны. А сейчас их необходимо внедрять. И те, кто делают это первыми, те преуспевают. И даже во время кризиса увеличивают обороты, масштабируются, открывают франшизы, выходят в новые регионы. И такие примеры мы имеем. А вот как понять человеку, что пора ему меняться и чему-то новому учиться? Ну, очень просто. Если есть ощущение, что застрял на месте, если нет движения вперед, если есть внутреннее чувство какого-то дискомфорта, когда видишь, что рядом твой конкурент тебя обходит, а у тебя все стоит на месте, это такой некий внешний сигнал, индикатор того, что важно меняться. Максим, а вот каждый может стать лидером? Если предприниматель не лидер, то, скорее всего, такой бизнес либо будет очень маленьким, либо он вообще закроется. Поэтому предпринимателю важно быть лидером. Это однозначно. Вы создали программу «Жизнь как успешный бизнес-проект». В чем ее суть? Очень часто у предпринимателей существует такая проблема, что сотрудники приходят на работу и просто отбывают номер с 9 до 6 за определенную сумму, при этом не вкладываются в бизнес, в идеи, не двигают его вперед. И вопрос отношения к своей работе, отношений внутри коллектива, отношений предпринимателя или руководителя со своими сотрудниками, это те вопросы, которые мы уделяем большое внимание в нашей технологии. Потому что я убежден, что через вопросы отношений можно очень сильно преуспеть. Ну, вы сами наверняка знаете, что за одним предпринимателем люди готовы, что называется, под поезд лечь, идти за ним и переходить с ним из одного бизнеса в другой, из одной, например, службы в другую. А у другого люди просто работают за деньги, сегодня они с ним, а завтра они с другим. И для того, чтобы расти, у любого предпринимателя чаще всего есть запрос на рост и масштабирование. В конечном счете встанет вопрос в команде сильных топ-менеджеров. И если их нет, то он никуда не продвинется. И он будет ограничиться своим маленьким, я не знаю, магазином или небольшим рестораном, но никак не сможет открыть их целую сеть по Казахстану, например. Так вот, для того, чтобы это стало возможно, необходимо выстроить новый современный формат отношений. Ведь многие бизнесы, как я сталкиваюсь, общаюсь с руководителями, до сих пор едут на рельсах, которые были в Советском Союзе, где был формат «я начальник, ты дурак, простите». То есть на сегодняшний день такая модель взаимодействия не работает. На сегодняшний день важно на месте, в команде растить лидеров, для того, чтобы они открывали новые филиалы, новые направления. То, что мы делаем, мы тренируем, мы используем такое слово, как тренируем сотрудников в компаниях, для того, чтобы сотрудники становились адвокатами своего бренда, несли идеи своей компании, увеличивали обороты компании и не просто отбывали на работе. Максим, ну, наверное, одной лекции недостаточно, вот поставили диагноз, да, как говорится, и все, нужно усовершенствовать. То есть сама по себе лекция, она будет, ну, по сути, даже где-то действительно недостаточно. Ну, потому что сейчас очень много информации, много конференций, но любые знания, любые лекции, не примененные на практике, они пустые. То есть то, что мы делаем, мы даем технологию пошаговую, внедряя которую люди получают результаты, и некоторые получают их уже через неделю, кто-то в течение месяца, и потом приходят к нам в компанию, повторно обращаются за новыми консультациями, заказывают новые тренинги, потому что видят то, что было до, и то, что стало после, после того, как внедрили нашу технологию. А вот у вас онлайн-консультация есть, потому что вы все-таки человек, который не живет в октябре, но многие после просмотра нашей программы будут спрашивать, как к вам обратиться, как с вами побеседовать. Во-первых, у нас здесь в октябре есть клуб предпринимателей «Достык». Это очень талантливые и крутые ребята, которые пригласили меня, и к которым я приезжаю. Конечно же, я могу и онлайн консультировать, но эти ребята здесь в октябре, на сегодняшний день, я бы так сказал, являются передовыми в вопросах продвижения бизнеса, в вопросах консалтинга, продаж, маркетинга, и они приглашают меня, поэтому можно и онлайн, но для начала стоит обратиться в клуб предпринимателей «Достык», где первичную диагностику вашего бизнеса сделают очень круто, качественно и покажут вам, где и с чем работать. Здорово. Какие планы на будущее, над чем будете работать? Планы на будущее – внедрять наши технологии в Казахстане, для того, чтобы увеличивать обороты бизнесов, для того, чтобы улучшать экономику страны, создавать новые рабочие места и с нашими программами заходить в другие регионы Казахстана, чтобы делиться нашими знаниями, навыками, умениями с предпринимателями других городов, потому что я считаю, вижу, что у Казахстана огромное будущее, и Казахстан со своими ресурсами и возможностями должен быть точно в десятке самых передовых мировых стран. Все ресурсы для этого есть, осталось накопить потенциал, потренироваться и дальше внедрить на практике эти знания, так, чтобы в будущем Казахстан вошел в топ-10 мировых стран. Максим, благодарю, очень интересная беседа у нас получилась. Я думаю, что многие актюбинцы, и не только, кто смотрит нашу программу через социальные сети, обязательно обратиться к вам за помощью и за тем, что нужно делать дальше с его бизнесом, с его карьерой и с его жизнью вообще. Да, благодарю, Дмитрий, было очень приятно пообщаться. Человек – создание социальное. Без того, чтобы почувствовать признание и успех в обществе, никому не удается стать счастливым. Редакция программы «Города сегодня» и наш партнер «Банк Касанова» желаем вам успеха и процветания. Пишите нам, сообщайте о темах, которые вас волнуют. Крепкого здоровья вам и вашим близким. До встречи на РИКО-ТВ. Продукты «Банка Касанова» быстро и доступно. Комфортные условия и отличный сервис. Выгодные условия и профессиональный менеджмент. Мы делаем все, чтобы с нами было удобно. Приходите в «Касанова». Банк «Касанова». Быстрый, комфортный, твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова